Был ли подозреваемый в покушении на жизнь Дональда Трампа, Райан Раут, обучен в ЦРУ? Но этим утром мы много узнали об этом клоуне, включая то, что он написал книгу, которую вы можете прочитать. Книга называется «Украинская война, в которой нельзя победить», и в ней он предлагает Ирану убить Дональда Трампа, но это только верхушка айсберга. Самый первый подписчик его странички на Твиттере оказался бывшим агентом ЦРУ. Был ли этот агент его помощником, мы не знаем. Дипстейт постоянно использует полезных идиотов вроде Райана Раута. Итак, что же мы знаем про ЦРУ и как ЦРУ использует таких полезных идиотов? Давайте спросим бывшего агента ЦРУ. Майкл Шойер проработал в ЦРУ 22 года. Он написал 4 книги по поводу того, что Америке нужно выбираться из всех этих конфликтов по всему миру, включая конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. И вместо этого сосредоточиться на Америке, что, конечно же, раздражает многих в ЦРУ. Именно поэтому нам нравится приглашать Майка на наше шоу. Майкл, добро пожаловать, рады вас видеть. Спасибо, сэр, спасибо, что пригласили. Итак, когда вы начали замечать все эти детали по поводу Райана Раута, что он не какой-то обиженный на весь мир стрелок-одиночка, когда начали вылезать наружу все эти ниточки, это вас удивило? Что вы думаете об этом? Ну, не думаю, что это так уж сильно нас всех удивило. Да, наверное, большинство американцев были удивлены, но это только потому, что СМИ ничего об этом не говорят. И войска спецназначения Соединенных Штатов, и военизированные группы в ЦРУ, их главная задача — это тренировка иностранцев. Иностранцев, которым мы хотим помочь победить, или хотим, чтобы они кое-что для нас сделали. Есть некий пиетет перед спецназом, военизированными группами Соединенных Штатов, но они не выигрывают войны. Их использование важно в отдельных случаях, например, при убийстве Бен Ладена, когда это потребуется. Но в основном они используются для тренировки иностранцев на Украине, во Вьетнаме, по всему миру. Когда у федеральной власти нашей страны появляется шанс втянуть нас в чей-нибудь конфликт, который им по душе, то туда посылаются эти люди, и обучение в основном заключается в тренировке. Их натаскивают в обращении с оружием, обучают тактике. Но также существенной частью шпионской деятельности являются личные отношения. И когда вы вербуете людей в качестве агентов в разведку Министерства обороны или в спецназ, то одной из важнейших характеристик, которой уделяется внимание, является то, чтобы эти люди считали себя вашими друзьями, вашими коллегами. Так что это все довольно непростой процесс, и он очень дорог. И иногда это все не срабатывает, если вы сделаете ставку не на того, как произошло с этим персонажем во Флориде. Вы потратили огромное количество денег и огромное количество времени на то, что в итоге не сработало. Так что как-то так все и происходит. Обучение? Я думаю, обучение — это весьма правильный термин. Сначала вы учите людей быть бойцами, правильно применять тактику, но самое главное — это верность своим кураторам. Так что эта разработка человека идет как по линии шпионажа, так и по военной линии. И да, языковой барьер — это всегда проблема. Ты никогда не уверен полностью в том, что творится вокруг тебя. И да, бывает и такое, что люди применятся для текущей задачи. Но бывает и так, что ты три года назад кого-то тренировал, а теперь возникла ситуация, когда их можно использовать. А учитывая суммы денег, которые может предложить любое американское агентство за работу, будь то шпионаж или даже убийство, то в основном эти люди с трудом... Этим людям трудно бывает отказаться от нашего предложения. Вот что еще выяснилось по поводу этого человека. Практически сразу все его соцсети были зачищены. Странички были перемещены, отредактированы, удалены, а потом мы нашли информацию, которая была добавлена к некоторым статьям, написанным несколько недель назад. И, используя Wayback Machine, можно узнать о том, что были совершены некие манипуляции с его записями и историей. Это все довольно любопытно. Это тоже является частью того, что делает СРУ, когда вербует кого-то и использует кого-то вроде этого человека. Действительно ли они используют интернет для того, чтобы в итоге получился нужный нарратив? Да, конечно, они будут использовать интернет. Должен сказать, что я ушел еще в 2004-м, что было еще до того, как использовался этот ужасающе эффективный способ, которым эти люди могли контролировать ваши мысли, ваши идеи, или даже могли создавать ваш образ в современных соцсетях в интернете. Так что, по-моему, сегодня это не составляет проблемы. Мне, конечно, тяжело поверить в то, что кто-нибудь, связанный с агентством, будет использовать в своих соцсетях их имя или имя, которое можно связать с СРУ. Но я не могу... Я бы не сказал, что такого не может быть. Я просто считаю, что это, на удивление, плохое прикрытие. Вот кое-что еще, что выяснилось. Согласно источникам, он посещал Райн-Роуд за последние два года. Десятки раз посещал Форт Брак. А в Форте Брак расположено подразделение психологических операций армии США. Что вы скажете на это? Ну, я не думаю, что этот парень был вовлечен в психологические операции. Он там бывал, так как это место расположения войск спецназа США. Так что он мог там с ними тренироваться, а потом время от времени проходить переподготовку. Но он определенно сторонник того, чего хочет Министерство обороны и президент войны на Украине. Так что ему там точно были рады. Я считаю, что вот еще кое-что, о чем вы должны задуматься. Не именно вы, а вообще, о чем должны задуматься люди. Это то, что он заявил, что у него доход всего 3000 долларов в месяц, а он летал из Гавайев во Флориду первым классом. Что, как я услышал этим утром по радио, стоит 7000 долларов. Как-то раз он был арестован за хранение неуказанного орудия массового уничтожения. А судья за это осудил его по административке. Что просто кричит о том, что в это все вмешался кое-кто из Вашингтона и сказал, что это наш парень, он нам нужен, не сажайте его на пожизненное, а это весьма вероятное наказание за это. Так что, да, тут везде сплошные нестыковки, и это позор. Но это все неудивительно, хоть и позорно, Клейтон. Именно так сейчас дела и делаются. И это все меньше нравится. В тот же день, когда была проведена атака на Хизбаллу в Ливане, а Соединенные Штаты призывают к войне одновременно с Россией и Ираном. И как нельзя кстати, последние две недели мы слышим в СМИ, что была раскрыта ячейка, пытавшаяся убить президента Трампа, и что это были пакистанцы, связанные с Ираном. А теперь у нас еще и написана им книга, где он призывает Иран убить Трампа. И все это так вовремя. Да, конечно, даже не думайте о том, что это просто случайность. Если чему и учишься, чему научился я в течение своей жизни, и особенно в ЦРУ, это то, что случайности очень и очень редки. В Вашей жизни могут быть случайности. Вот, например, вы забыли поставить кофейник обратно в аппарат, и теперь кофе разлился по полу или по прилавку. Но в реальной жизни случайности происходят нечасто. Это все было организовано. У него была машина с украденными номерами. У него была винтовка с уничтоженным идентификационным номером. И он сам не из Флориды, серийным номером, да, сэр. И он сам не из Флориды, так что он не мог купить это оружие во Флориде, так как он не житель штата, если, конечно, они не сделали ему такие документы, что тоже возможно. И он не мог провести его самолетом. Так что ему помогли. И у него также, по-видимому, мне кажется, что очень вероятно, что у него был кто-то в окружении Трампа, так как они сказали, что... Они сказали, что решение поехать в гольф-клуб было спонтанно принято рано утром или сразу после обеда. Времени было немного, так что кто-то близкий к нему... Слил. Слил. Слил информацию. Ну или слил, что поездка запланирована на завтра, а потом, когда уже было известно точное время, передал более точные данные. Ну, ведь вы понимаете, что в окружении Трампа вероятно находятся и люди из СРУ, и люди из ФБР, и это и хорошо, и плохо. Если они лояльны, то это хорошо, а если нет, то это невероятно опасно. В его окружении было немало политиков, и многие из них говорят, что Трамп им нравится, но им не терпится увидеть его мертвым. Ведь если он придет к власти, то финансовые потоки к ним сократятся. И есть также огромное количество демократов, которые призывали... Вот Джейми Раскин сказал, что если Трамп победит, то мы окажемся на пороге гражданской войны. Один из них выступал сегодня, я не запомнил, как его зовут, но он говорил, что Трамп должен быть убит. Демократическая партия и главные СМИ говорят об этом с тех пор, как Трамп вступил в президентскую гонку в 2016 году. Так что это все неудивительно. А вот что удивительно, так это провалы охраны Трампа. Ведь он не просто бывший президент, он также весьма вероятно следующий президент, если опираться на данные опросов на сегодняшний день. Последние опросы показывают решительное преимущество среди коллеги-выборщиков в сторону Трампа. И их это очень пугает. И должно пугать. Это злобная и преступная группка. И наказанием за это должно быть заключение. А в некоторых случаях, если вы сможете доказать измену, а это непросто, то повешение, публичное, я бы предпочел публичное повешение, чтобы люди смогли ясно понять, что мы не собираемся шутки шутить с теми, кто свергает президентов, убивает президентов или свергает правительство. Клейтон, мы находимся прямо посреди урока по гражданским правам для американцев, где показывается то, как нужно очищать систему. Будет ли это произведено именно так решительно, этого я не знаю. Но я считаю, что это главный обрежь в броне Дипстейта. Так как теперь уже очень тяжело будет изъять все эти доказательства и избавиться от них. И данных становится все больше с каждым днем. Вон тот полицейский, офицер полиции, глава полиции во Флориде, сказал, пусть и не так прямо, но он сказал важную вещь, что тут слишком много всего, чтобы назвать это стрелком-одиночкой. Да. Я думаю, это очевидно. Знаете, когда мы только начали рассказывать об этой истории, то кто-то в нашем чате написал, что они станут называть это все теорией заговора. Но это не мы делаем все это заговором. Все доказательства указывают на заговор. И проблема заключается... Не нужно быть детективом, чтобы понимать, что тут происходит, сэр. Не нужно быть Шерлоком. Это все так очевидно. И одна из причин, почему они так визжат, это потому что они знают, что тут все очевидно. Но мне не дает покоя, что чем ближе мы к октябрю, они все еще не оставили свои попытки. Они попробовали в Батлере... Ну, Клейтон, может, они больше не будут использовать стрелков. Но... Они могут и бомбу подложить, или попытаться что-нибудь распылить. А потом они обвинят... Да они могут обвинить кого угодно. У них на карандаше все гангстеры страны. И они могут их подставить. Специализация ФБР — это подстановка мусульманских террористов. Они берут какого-нибудь глупого мусульманского терр... мусульманина, предлагают ему провести операцию. Он идет и находит мусульман еще тупее, а потом в последний момент их хватает ФБР и называют это победой над терроризмом. Так что... У них есть еще масса вариантов. И они варьируются в зависимости от того, сколько людей они готовы убить. На данный момент они сосредоточены на нем. Но если взять его семью, его детей, всех этих людей, которые просто работают на Трампа, то, по-моему, нет... Со стороны демократов не будет никакой нерешительности убить более чем одного человека, если это поможет им сохранить власть. Это-то и пугает. А когда вспоминаешь, что они сделали с Кеннеди, и что они сделали с Мартином Лютером Кингом, этот список не скончает. Так что они не остановятся. И я... Мне даже не хочется говорить об этом. Но на данный момент уже хватает доказательств, чтобы понять, что они пойдут на что угодно, лишь бы не дать Трампу победить. Они уже не остановятся ни перед чем. Клейтон, это все началось после Второй мировой. Когда было принято решение, что мы будем контролировать все взаимоотношения в мире, и что мы будем указывать странам Третьего мира и европейским странам, как себя вести, это все из-за войн. Американцы уже так привыкли к войнам, что позволяют властям делать за рубежом все, что власти назовут необходимым. Украина. Нам Украина неинтересна вообще, если не считать желания наших элит. А они хотят... То, что сказал этот парень из Южной Каролины, сенатор, полезные ископаемые на 12 миллиардов долларов. Мы хотели подтолкнуть Россию к началу этой войны, и у нас это получилось. Американскому народу давно уже пора понять, что у нас больше нет президентов. У нас есть воеводы. Воеводы, которые хотят втянуть нашу страну все 360 миллионов в войну, в малую войну, либо даже в большую, и все только по их повелению, так как Конгресс отказался от своего права, данного ему Конституцией, объявлять войну. Они приняли закон, где передали полномочия, но согласно Конституции его нельзя передать. И теперь Конгресс может сказать, ну, мы были против, но он поступил по-своему. А если мы победим, то Конгресс сможет сказать, «Ура! Мы его всегда поддерживали, он без нас бы не справился». Это нехорошо. В нашей стране не было Конституционного конфликта с 8 декабря 1941 года. Это все было неконституционно, противоконституционно вообще-то. Это куда более страшное полномочие, чем у какого-нибудь, знаете, полицейского взяточника или генерала-коррупционера. Это далеко не что-то повседневное. Когда у вас есть президент, который безо всяких ограничений может начать войну, а потом эскалировать эту войну, как это сделали Байден и его команда на Украине, то вы не свободная страна. Вы пленники разжигателей войн. И американцам пора бы это осознать. Надеюсь, что американцы проснутся. Надеюсь, народ проголосует. Надеюсь, он сможет начать самые решительные изменения в нашей стране. Майкл Шоер, мне так... Ваша экспертиза в этом вопросе одна из лучших. И мы живем в очень страшное время, когда они пытаются втянуть нас в войну одновременно с Россией и Ираном. Майкл, рад был нашей встрече. Спасибо, что пригласили меня. Редактор субтитров А.Семкин